Нас с вами уже позади. Средний возраст таких детей, кстати говоря, достаточно много бывает в анимационных площадках. Это дети в возрасте 9-11 лет. Специально я подбирала картинки, которые отражают суть содержания. Они именно такие. Но с ними тоже происходит очень много интересных разных историй. Давайте с точки зрения физического развития сначала. Про это нужно сначала вспоминать. С точки зрения физики у детей начинается половое созревание. Именно в 9-11 лет. И то, что, например, сейчас уже несколько лет достаточно существует четвертый класс, когда это только-только начиналось, когда четвертый класс только появился в начальной школе, учителя начальных классов были в шоке. Они не знали, что с этими детьми делать. Если они привыкли, что у них первый и третий класс, дети – да, Мария Ивановна, нет, Мария Ивановна, спасибо, Мария Ивановна, до свидания, Мария Ивановна. В четвертом классе такое уже метод не работает. Дети уже подростки. И понятное дело, что девочки чуть быстрее начинают обходить в это состояние, мальчики чуть медленнее, но тем не менее, и то, и другое. То есть девочки и мальчики, начинается у них половое созревание. Это не просто слова, это те гормональные волны, которые внутри человека происходят, и которые им управляют. И дети вот этими волнами впервые сталкиваясь, они не всегда понимают, почему они так себя ведут, и в чем причина такого моего поведения. Это неосознаваемая ребенком проблема. Мы-то с вами сталкиваемся иногда с гормональными всякими волнами. Мы, зная это, и то не можем себя в некоторой степени контролировать, то что говорить о детях. У них учащается сердцебиение, у них чаще появляются некие головные боли, которые для них реальны. И нами иногда часто воспринимаются, ну, даже все-таки иногда, нами воспринимаются как способ отвынуть от чего-то, отодвинуться в сторону или сделать вид. На самом деле это не так, действительно, у них сложное состояние физическое в период моего созревания, поэтому это наблюдается. Ускоряется развитие скелета рук и ног в этом возрасте уже многие из них начинают напоминать таких лягушат с длинными ногами, руками, нескладные такие, и тем более трогательные внешне. Но вот это удлинение рук и ног, оно отражается в том числе и на способности к движению и координации. Одновременно с этим развивается нервная система ребенка, они очень возбудимые, и вот такое нервное состояние достаточно часто у них тоже встречается, хоть у мальчиков, хоть у девочек. Мы часто сталкивались с своей работой и с такими нервными состояниями. И у мальчиков, у девочек даже не скажешь, что вот кто-то из них больше. И те, и другие. Какие черты характера они проявляют или вообще как проявляются? Они мыслят уже более отвлеченными, более сложными понятиями, нежели дети 5-8 лет. Здесь уже можно какие-то абстрактные вещи с ними придумывать и делать. Прикрепляется волевая сфера. Что это значит? Они могут прикладывать некоторые усилия для выполнения вашего задания. Но не преувеличивайте их возможности. Волевая сфера не настолько развита. Вы вспоминаете в таких ситуациях себя. А вам доставить удовольствие? Долго, вполне тщательно вот это задание. Возьми и нарисуй, возьми и зарисуй эти 200 клеточек. Разные цвета в таком тарелке. Не настолько развита волевая сфера. И, кстати говоря, включать в какие-то особенно коллективные вещи. Давайте все вместе организуем то-то, то-то. Это не может быть здесь для них длительно. Потому что не настолько рефлексия развита. Для того, чтобы все коллективные вещи сделать, нужно, чтобы ребенок мог анализировать последствия, предполагать эти последствия. Ребенок в 9-11 лет это не способен делать. Ну, в этот момент вы просто вспомните, а вы способны это делать? Насколько вы долго и тщательно способны это делать? Поэтому не преувеличивайте возможности ребенка в 9-11 лет. Повышается конфликтность, повышается стремление к спорам, неуступчивость. Конфликтуют они друг с другом, со взрослыми. В общем, все, что может с ними конфликтовать, они все это пробуют. Вот такое впечатление, что ребенок в этом возрасте, он испытывает окружающую среду на прочность. Вот что сломается под его напором, а что не сломается. И раз аналитических способностей пока еще недостаточно, и жизненного опыта никакого нет, то все пробуется на практике. Слушай, он сказал 3 года, а потом 9 лет. Мне кажется, период никогда не прекращается. Поэтому, ну этот возраст очень конфликтный. Они такие крикливые, длинноногие, длиннорукие, несогласные. Ну да, вот такие шалтаи и болтаи, которые не понимают, что с ними происходит. Но что-то точно происходит, это очень важно. Поэтому, ну они по-любому против. То есть, вот сначала они по-любому против, а потом как-то вот разберемся. Вот. Что еще? Ну вот испытать себя, прыгают вот отсюда, залезают всюду. Такой, вот говорю, период испытания и себя, и окружающих на прочность. Что сломается, а что не сломается. Коллективная деятельность увлекает, но еще раз я напоминаю, что она должна быть очень длительной. И она должна происходить здесь и сейчас. То есть, не когда-то там мы с вами все вместе что-то там. А вот, а давайте сейчас все поиграем. И определенный промежуток времени мы это делаем. А сейчас давайте там что-то сделаем. Недлительно. Они выполняют поручения с удовольствием. Но мы же все любим, когда мы что-то значимое из себя представляем. Ведь не просто ведущий семинар, а супер ведущий семинар. Не просто аниматор, а главный аниматор этого двора. И так далее. Вот если взрослым для приятного быть значимыми в своей роли, то безусловно детям эта значимость тоже привлекательна. Поэтому придумывайте, фантазируйте, какая важная роль в том поручении, которое вы ему даете, будет ребенку отведена. И он с большим удовольствием откликнется на ваше поручение, на ваше предложение, что-либо сделать. Дальние цели, как я уже говорила, не привлекают ли они в них. Рефлексии недостаточно разные, поэтому дальние перспективы для них не актуальны. Вообще нужно помнить, что для ребенка 5-8 лет существует такой ближний круг. Вот я и моя семья. Все. Все остальное для него отвлеченное и непонятное. И мир во всем мире для него вообще ни про что. 9-11 лет, он начинает выходить из этого ближнего круга, и его начинают заинтересовывать ребята-сверстники. Но еще не в той степени, как это важно для подростков старших. Поэтому вот здесь не увлекайтесь миром во всем мире. Все-таки еще конкретные вещи, конкретные дела, конкретные интересные перспективы, которые увлекательны. Вот завтра мы то-то, давай подготовимся сегодня, чтобы завтра сделать вот это интересное. Вот эта перспектива еще возможна, а дальние перспективы неинтересны. Ну, неудачи всегда вызывают нежелание, да? Мы же с вами понимаем, что мы включаемся в ту деятельность, которая у нас успешна. А если мы не умеем вязать крючком, то, поверьте, мы же с вами не занимаемся этим каждый раз, да? Потому что мы это не умеем делать или делаем плохо. Поэтому, ну вот, старайтесь подумать о том, чтобы у ребенка не было такого неудачного опыта. Чем больше позитивного опыта вместе с вами у ребенка, тем больше он хочет с вами быть. Потому что вы приносите успех, вы приносите радость, удовлетворение. Поэтому позитивный опыт – это то, что должно увлекать детей в этом возрасте. Ну, успех, понятное дело, это эмоциональный подъем. Ну, девочки более спокойные и рассудительные, хотя не все девочки более спокойные и рассудительные. Конечно, чертят в этом возрасте среди девочек еще пока много. К одиннадцати годам такие уже становятся больше девочек. Более послушные, любят общественные дела. Такие хорошие девочки отдавать. А мальчики не хотят это делать. Девочки, ну как же без вас? Да. И вот включаются в деятельность. Мальчики энергичные, непоседливые. Общественные дела и общественные перспективы им вообще неинтересны. Как-то вот футбол, волейбол, еще войнушка, еще что-нибудь. Вот такие подвижные игры для них очень актуальны. Вот обратите внимание, начинается очень разная специфика в развитии мальчиков и девочек. Именно в этом возрасте. Если в 5-8 лет они еще вместе играют, вместе закапывают клады, делают там вот эти вот какие-то цветочки под этим... Под секретики, да, под разными фольгами, там еще чего-то, они делают это вместе. И мальчикам и девочкам вещи интересны многие, одинаковые. То вот в 9-11 лет, когда начинается половое созревание, эти дороги немножко расходятся. И уже в этом возрасте нужно думать, а чем вы займете, если к вам придут много мальчиков, чем вы займете девочек, если их тоже много будет. Поэтому какие-то мероприятия необходимо продумывать уже в двойном размере для мальчиков и для девочек. И силы распределять между аниматорами, работающими на площадке. Значит, что рекомендуется? Рекомендуется, но эмоциональные перегрузки здесь не рекомендуется, потому что дети с эмоциями пока не справляются. Поэтому большой накал страстей заканчивается не очень хорошо. Перевозбужденная нервная система приводит к тому, что ребенок не может долго успокоиться. И в этом состоянии могут быть совершены разные поступки, которые не нужны ребенку в его жизни и так далее. Поэтому с эмоциями в этом возрасте аккуратно. Игры, соревнования, как я уже сказала, некоторые желательно проводить отдельно для мальчиков и для девочек. Им разные вещи просто интересны и могут поссориться друг с другом мальчики и девочки, потому что, я говорю, дорожки их немножко здесь расходятся. Как и в прежнем возрасте, игры с правилами, точнее, правила игры нужно объяснять четко, конкретно и быстро в темпе. Никому длительные правила игры не интересны. Теряется внимание. Это всегда помните. Поэтому, если ваш аниматор флегматичный и зануда, то площадка закончит, работает очень быстро. Это должны быть такие активные санглиники, холерики, которые вдохновляют и других, и детей, и аниматоров, и с которыми интересно, позитивно. Флегматиков можно использовать для других задач. Ну, вот здесь уже нужно уходить от роли взрослого дяди или тети. Здесь нужно становиться старшим товарищем для того, чтобы детям было интересно и они активно включались бы в работу. Поэтому роль не такого наставника сверху, а роль аж чем нам интересно заняться вместе. Ну, вот. 12-15. Не знаю, насколько много у вас будет ребят такого возраста, но, тем не менее, если бы такие ребята у вас появлялись на площадке, это делало бы ее интереснее для возраста и 5-8, и 9-11. Потому что этих детей не вы развлекать будете, эти дети уже готовы сами других развлекать, и им это приятно и полезно. Это ваши помощники, это ваша опора, на базе которой вы можете работать с другими возрастами. Я думаю, что если вы говорите о летней площадке, если вы тренируете летнюю площадку, таких детей, наверное, не будет очень много. Но, тем не менее, они могут появиться. Это ребята, которые интересуются, которым интересно работать с детьми. Такие дети есть, и мальчики есть, и девочки есть, которые вот такой психолого-педагогический профиль интересен. И с точки зрения профессиональной ориентации, это для них важно, они узнают, что у них хорошо получается и куда им дальше направиться. Но вот, понятное дело, что это особая категория детей, с ними сверху вот так вот наставником не побудешь. Это только ваши товарищи, союзники, только тогда они будут включаться с вами вместе в работу. Половое созревание бурного цвета. Прямо бурного цвета. Вчера мы как раз были, сдавали ребята-восьмиклассники, мы говорим, кто им как раз 14-15 лет. И была работа построена таким образом, что сначала мальчики все сдают там, да, а потом... Сначала девочки, а потом мальчики. Ну, так было удобно, потому что бассейн, там скреба, там вот так. И когда девочки все отстреляли уже, им нужно было уходить. И им пришлось специально говорить, что вам, девочки, уже пора идти. И девочки с таким видом ушли, что даже вот задняя часть их тела выражала недовольство. Их вырвали из мужской среды. Хотя мы с вами понимаем, что в этом возрасте мальчики отстают, но им-то ведь по барабану, главное, ведь там столько было мальчиков. И этих последних там семь девочек мы с трудом вывели. Ну, просто в стиле нельзя было находиться. Много народу и сразу выгодят. Он говорит, что даже задняя часть тела выражала недовольство. И вот они так ушли, что они все сказали этим. Вот. Завершение роста скелета, быстрый рост мускулатуры. Очень сложный период для ребенка. Если в 9.11 мы говорим, что дети не справляются со своими эмоциями и в силу полового созревания, то здесь-то все это бурным цветом просто. Некоторые дети просто не могут разговаривать нормальным языком. Они только вот так вот разговаривают. И что? Ну вот давай посмотрим, давай, а зачем? И вот это вот всегда. Да. Такое состояние обусловлено, безусловно, половым созреванием. Очень активным, бурным созреванием. Рост организма во все стороны происходит. Рых! Особенно у девочек. Девочки в этом возрасте уже большинство в полном созревании находятся. Мальчики чуть запаздывают. Раз кости выросли, то нужно, чтобы успели еще и мускулатура до этого дела добраться. Поэтому здесь это особая проблема. Девочки вначале обычно выше мальчиков. И это беда нашей системы образования и летнего отдыха. Потому что у нас же все по возрастам. Ну и как вы думаете, что происходит, если в отряде или в классе дети одного возраста? Интересы вообще не в своей компании. Вообще не в том классе, не в том отряде, в котором они находятся. Поэтому если у вас есть возможность объединить детей разного возраста, то это ведь даже хорошо. Потому что девочкам в 12 интересны мальчики 14-15. А мальчикам в 14-15. Ну если не вы, то с девочками 13 лет они тоже хорошо вадят. Ну вот, как правило, разница в развитии у девочек и мальчиков в этом возрасте ориентировочно 2 года. Но это тоже индивидуально, потому что одни уже созрели, другие только начинают. Поэтому, да, есть общие закономерности, 2 года разницы, но есть и индивидуальные закономерности у каждого ребенка. Кто быстрее, кто медленнее. Это касается и поступков, это касается не только физики, но и эмоционального созревания. Потребность в активности у них большая. Но это бы активность в нужное русло направить. Вот, энтузиазм, загорелись. Но они не будут долго сохранять этот энтузиазм. Они, вот если вы быстро их организовали, ваша помощь все равно нужна. Например, в нашей стране был вот такой опыт, когда в 1900, если не ошибаюсь, в 21 году отменили классных наставников. До революции еще ввели должность классного наставника. Тот, кто занимался, ну сегодня это классный руководитель. И практически те же функции, все было. Но в 21 году отменили классных наставников, потому что как раньше нельзя, нужно как-то по-другому. А как по-другому? Ну мы все в коллективном порыве сами организуемся. И дети, значит, сами организуют коллективы и своими первичными коллективами живут, приносят пользу Родине и так далее. Но через год-полтора вернули быстро обратно, потому что столкнулись с тем, что ничего дети сами-то не могут. Это опять связано с ситуацией их развития. Они, может быть, даже и понимают, как надо было бы, но у них нет жизненного опыта, социального опыта для того, чтобы это довести до конца. Поэтому нужен человек рядом, наставник, который позволит им это дело, любое, довести до конца. И здесь ваша роль на самом деле достаточно большая. Вы тот стержень, вокруг которого эти дети живут. И вы тот стержень, вокруг которого формируются ценности, правильно, неправильно и так далее. И вы помогаете детям добраться до конца. И потом научиться анализировать. Почему взрослые студенты не могут анализировать мероприятия, не могут анализировать собственную деятельность? Почему? У них что, не сформированы какие-то функции мозга? Все сформировано, еще к 16 годам все сформировано. Потому что не умеют. Почему взрослые чего-то не делают? Потому что не умеют. Нужно научить детей анализу, доделать дело до конца. В общем, все, что нужно уметь взрослому человеку, этому нужно научить как раз в этом возрасте. Вы делаете вместе с ними с позицией равных. Только в совместной вот такой равной деятельности. Если вы в том возрасте, когда вам это неинтересно, если вы в той ситуации своего развития, когда вам не хочется этого делать, тогда найдите того человека, который может детям на детском языке это объяснить. У меня был такой парадокс, у нас студенты иногда проходят преподавательскую практику. Ну, не иногда, каждый год. У меня были два мальчика, спортсмена, четвертый курс, они проходят преподавательскую практику. Педагогико-сотрудничество, такая сложная тема. Я говорю, ну давайте, мы с ними там неделю эти лекции разрабатывались иногда. Я прихожу на это занятие и понимаю, что они говорят что-то вообще, я не понимаю что. И самое интересное, что все.